И вновь в эфире «Звезда на звезде». Вся жизнь нашего сегодняшнего гостя связана с авиацией. Он прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора и несколько лет являлся президентом Объединенной авиастроительной корпорации. Он участвовал в создании десятков самолетов, а сейчас возглавляет легендарный вуз «МАИ». В студии «Звезда на звезде» российский авиаконструктор, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян. Я вас рад видеть здесь по двум причинам. Во-первых, я влюблен в авиацию. Совершенно. Я наркоман в этом смысле. Я это знаю, поэтому когда мне сказали, слушай, у тебя будет передача с Якубовичем, я сказал, ну, точно, это содержательный человек, с которым нам будет о чем-то говорить. Я влюблен совершенно. Это первое. А второе, у меня к моей вообще трепетной отношению, потому что когда-то моя была потрясающая самодеятельность. Московский авиационный институт был. Театр великолепный, эстрадный театр майовский. Я хочу сказать, что сегодня художественная самодеятельность, ну, наверное, чуть-чуть на другом уровне, но тоже очень интересная. Да, осталось еще что-то. Я хочу сказать, что у нас, наверное, недели три назад отмечали 70-летний юбилей факультета радиоэлектроники. И? И все построено на самодеятельности майовской. Получил удовольствие. Ну, что-то. Когда-то это было... Наши студенты, там, студенты зарубежные, африканские студенты, поющие русские песни, я, в общем, был искренне удивлен. Вы что заканчивали? Я мои заканчивал. Факультет? Самолет строения. Кафедра 101. Который руковожу уже 12 лет параллельно с тем, как руководил сухим УАКом. Ну, и сейчас вот после УАКа, вот, три месяца как ректор Московского авиационного института, параллельно с заведующей кафедрой самолет строения. А вы легко поступили в МАИ? Я легко поступил в МАИ. Я, в общем, хорошо учился в школе. Я, в общем, не был круговым отличником, но я был всегда одним из лучших. Когда-то, я помню, значит, на моей памяти, в мире ценилось наше инженерное образование. И здорово. Я хочу сказать, что я согласен с вами, что, в общем, наша инженерная школа имела высокий авторитет. И я могу сказать, что когда мы сегодня на базе МАИ предлагаем новые подходы, значит, к подготовке кадров, связанных с развитием различного рода перспективных направлений подготовки кадров, это, значит, так удачно накладывается на то уважение к советской инженерной школе. И, в общем, я могу сказать, что и сегодня авторитет инженерной школы нашей страны достаточно высок. МАИ – это больше учебное заведение или исследовательское? Сегодня нельзя быть просто учебным заведением. Мы сегодня должны трансформироваться и стать научно-исследовательским вузом, который готовит кадры для будущих направлений развития индустрии. Это правда, что МАИ занимаются сверхзвуковыми, гиперзвуковыми беспилотниками? Сегодня концепция развития вузов, и МАИ в эту сторону движется, что вузы не должны только выполнять заказы промышленности по различным направлениям исследований, они должны опережать и двигаться вперед, опережать сегодняшнее развитие промышленности и определять горизонты и перспективы. И в этом смысле сверхзвуковые пассажирские, гиперзвуковые технологии, значит, пилотируемые, беспилотные, являются одним из предметов, на которых МАИ фокусируются. Беспилотные летательные аппараты с самого широкого диапазона применения тоже являются предметом, в котором МАИ фокусируются. Искусственное сердце. Например, одна из тем, где инженерная школа МАИ имеет богатые традиции, и, в принципе, мы сегодня обсуждали... Какое отношение? Ну, сердце же это насос, поэтому... О, как! Значит, поэтому нужно... Во как! Да, поэтому больше сорока лет МАИ и в свое время и сухой занимался проблемами искусственного сердца, и, значит, это не чисто такая медицинская сфера деятельности, а это в большую степень инженерная сфера деятельности на стыке с большим объемом медицинских исследований. Надо сказать, очень такая, с моей точки зрения, важная и серьезная тема. Просто породили мое воображение, я первый раз слышу об этом. К своему стыду, правда, но это точно. А сегодня выпускник МАИ на рынке на этом имеет какое-то применение? Он востребован вообще на рынке? К МАИ относятся, ну, входят в ведущие вузы страны, то есть востребованность вот внутри страны на выпускников Московского аэкционного института очень высокая, потому что, ну, собственно, готовит специалистов по практически всем направлениям аэрокосмической деятельности, ну, и, собственно, выпускники МАИ очень ценятся и в других промышленных областях. Как ни странно, например, выпускники МАИ ценятся и в банковской сфере, у нас большой экономический факультет, на котором учатся там больше двух тысяч человек. Если говорить о зарубежных странах, то у меня, я могу сказать, что специализированная аэрокосмическая направленность Московского аэкционного института котируется на и мировом рынке образования. То есть мы не конкурируем, значит, как там лучший вуз, который готовит там математиков или айтишников, хотя здесь тоже занимаем устойчивые позиции, значит, факультеты, которые готовят специалистов в этих областях, у нас, в общем, являются достаточно сильными. Но вот получение на этапе магистратуры аэрокосмических знаний, на этапе докторантура, как бы, очень котируется сегодня. Вы, когда закончили институт, вы пришли работать к сухому, да? Да, это был мой выбор тогда, и я закончил институт с отличием, и у меня была возможность выбрать. Вы с отличием закончили? Да, я закончил с отличием. А вы сухого видели когда-нибудь? Я сухого не видел, потому что я пришел на фирму сухого, ну, на дипломный проект, там, в 78-м году, на производственную практику в 77-м году, а Павел Иосифович умер в 75-м году. Поэтому, ну, в общем-то, вот фирма сухого называется не КБ имени Павла Иосифовича Сухого, она называется КБ Павла Иосифовича Сухого. Я могу сказать, что я всегда работал в КБ Павла Иосифовича Сухого, а не имени Павла Иосифовича Сухого, потому что это была специальная атмосфера, уважение к тем традициям, к тем подходам, которые были на фирме. Оно, в общем, сохранилось и сегодня. И мы работали, я большую часть своей жизни проработал на фирме Сухого и очень доволен этим, как бы. Я никогда не пожалел о своем выборе. Какое странное совпадение. Я, когда учился в вечерней школе, я работал на почтовом ящике 116, у Туполева на улице Радио. И я, несмотря на то, что мне было там 16 лет, я бегал на завод каждое утро совершенно с восхищенными глазами. У меня был пропуск всюду, электромонтажник по разоподъемным устройствам. Я ходил в сборочный цех, я любил залезть на Тельфера, смотреть, как раскраивают самолет, как ползают по полу и раскраивают самолет. Потрясающе, совершенно ощущение невероятное. Просто... А где сейчас вообще ребята проходят практику? Не, ну, во-первых, современные подходы связаны с тем, что процесс обучения, он напрямую связан уже с хождением в свою специальность в процессе обучения. И, например, на Сухом мы уже больше 20 лет, начиная с третьего курса, ребята параллельно с учебой в институте начинали работать на предприятии, ну, там, в каком-то, конечно, ограниченном графике. Но к окончанию института они уже проходили всю начальную школу, значит, уже инженерной подготовки, которая дается на предприятии. Я, например, не мог такую возможность реализовать. Когда мы учились, нужно было все-таки закончить институт, чтобы попасть в отдел проектов, например. А сегодня можно попасть в отдел проектов на третьем курсе института. Я почему вспомнил об этом? Потому что, когда на завод пришел к Туполеву, пришел его сын, он прошел все рабочие специальности. Слесарь, сборщик, все-все. А потом только в КБ пришел. Ну, это такая дискуссионная тема, как бы, я могу сказать, что, безусловно, мы тоже проходили производственные практики. Я после третьего курса проходил производственную практику на заводе «Знамя труда» и работал два месяца токарем. Значит, после четвертого курса я проходил практику на сухом и работал два месяца слесарем-сборщиком в цехе агрегатной сборки. То есть, мы проходили эту школу, но, например, у сухого был достаточно нетрадиционный подход, который мы сохраняем и сегодня. Только сухой берет в отдел проектов молодых специалистов. Потому что во всех других конструкторских бюро считается, что нужно сначала получить жизненный опыт, и годам 35-40 вы уже созрели для того, чтобы решать комплексные задачи. А вы сами когда-нибудь в воздух поднимались? Конечно, много раз. Да? И за ручку держался? Ну, конечно. И на Су-30, и на Су-29, и на Як-18, и на Супер-Жити. Вот ощущения. Ну, в общем, это, конечно, какие-то особые ощущения. Без этого жить нельзя. Ну, я хочу сказать, что я не меньше получаю удовольствие вот от того, когда ты видишь, как материализуется результат труда твоей и твоих коллег. Когда, в общем, еще ничего не было, а через два года там самолет, который, значит, уже готовится к началу летных испытаний, это тоже, в общем, достаточно эмоциональная часть. Я почему спросил, я имел в виду вот что, это понятно, но вот раньше за Кульманом стояли, неважно, но вот воплотилось что-то, и вот перед вами уже в металле машина, уже прошла лики, ушла в... и вот полет. В воздух вот эту машину, которую вы сами или имели отношение к этому, вы в кабине сидели? Ну, я Супер-Жит, ровно такой самолет, который я сам с нуля как бы... Сидел? И сидел в кабине за штурвалом, точнее, на Супер-Жити не штурвал, а боковая ручка управления. Я хочу сказать, что такие особые какие-то чувства возникают. У меня обычно возникает чувство некого опустошения. Ну, правильно вы говорите, я поэтому... Просто вдруг как бы бился, 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 и вот вершина, и как-то смесь восхищения и опустошения абсолютно просто самовзвешены. Да, согласен. Вы пришли на фирму Сухого, которая специализировалась вообще говоря на выпуске боевой техники. Исключительно. А тогда почему гражданский самолет, в чьей голове родилось вдруг? Я хочу сказать, что в моей голове точно происходили достаточно сложные процессы, но эти процессы объективные. Значит, сегодня рынок поменялся. Если в 70-е годы, ну, примерно 60-65% производства авиационной техники, это было производство военной техники, противостояние Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Варшавского договора и Блока НАТО, приводило к большому объему закупок военной техники, постоянному обновлению, и, собственно, военная техника тогда являлась таким локомотивом развития индустрии. То сегодня, в 2000-е годы, 70% рынка авиационной техники это рынок гражданских самолетов. И военный рынок это только 30%. И сегодня большое количество технологий уже, наоборот, идут из гражданской области военной. Там широкое применение композиционных материалов, значит, различные уровни системы безопасности, которые сегодня разрабатываются в гражданской авиационной технике, они сегодня транслируются, значит, и в военной области. И поэтому, если мы хотели оставаться одним из мировых лидеров, то мы не могли ими оставаться, не занимая и не входя в сегмент гражданской авиационной техники. Поэтому, собственно, и движение в сторону проекта «Сухой Супер-Жет-100» параллельно мы там работали над такими более экзотическими проектами, как «Сверзвуковой самолет бизнес-класса», как бы развитие линии Ту-144-го, значит, «Конкорда». Значит, эти направления, в которых мы искали возможности выйти на рынок и, собственно, использовать те заделы, которые у нас были, и приобрести новые знания для того, чтобы развиваться как конструкторскому бюро. Поэтому это было... Как это вы придумали? Вы все там. Я работал в акционерном обществе, поэтому решения по такого рода вопросам принимались и советом директоров компании «Сухой». Ну, безусловно, я был генеральным директором, и это была линия, которую я проводил. «Супер-Жет» вышел на мировой рынок? «Супер-Жет» вышел на мировой рынок. Сегодня больше 20 самолетов эксплуатирует мексиканская компания «Этер-Жет», эксплуатирует достаточно успешно. Значит, сейчас начала ирландская компания «Сити-Жет» эксплуатировать эти самолеты. Поэтому, ну, конечно, движение самолета на мировой рынок – это достаточно такой сложный и комплексный процесс. И это связано не только с характеристиками самолета, но и, например, сегодня практически больше 90% продаж гражданской авиационной техники – это лизинг. А лизинг – это достаточно сложные механизмы финансирования, это длинные и дешевые деньги. И это не имеет, собственно, отношения к собственному производству авиационной техники. Это такие большое количество сопутствующих механизмов, которые должны сопровождать реализацию такого рода проектов. А по двигателям? Говоря про двигатели, ну, вот на «Сухом» супер-Жетство используется совместно, двигатель совместного производства российско-французского, сам 146, и он, в общем, хорошо демонстрирует себя в эксплуатации. Говоря о других проектах, то мы на сегодняшний день в МС-21 есть два варианта двигателя. Один – западный вариант двигателя, про Туитни, второй вариант на базе российской разработки – ПТ-14. Ну и, собственно, я хочу сказать, что вы правильно говорите о том, что, конечно, двигатель постоянно требует тоже большого объема инвестиций в его модернизацию, обновление. Ну и, собственно, на сегодняшний день такая линейка двигателей для гражданских самолетов тоже создается. А вообще кто придумывает название? Вот «Супер-Жет-100» – это кто придумал? Это название придумала большая группа людей, которая включала в себя специалистов гражданских самолетов «Сухого», партнеров «Сухого», пиар-агентства, которые тоже думали над тем, как сформировать такой бренд, который бы, с одной стороны, имел такую международную направленность, а с другой стороны, значит, ну, как-то бы не был напрямую связан с военными линейкой самолетов «Сухого», потому что все-таки было желание показать, что мы не собираемся катапультировать пассажиров, как это мы делаем на военных самолетах, что это, в общем, ну, совершенно новый, построенный на новых технологиях продукт, который соответствует самым современным мировым требованиям. Хорошо. Тогда давайте коснемся еще одной темы. Когда-то самым крупным самолетом был «Андоновский» по грузоподъемности «Антей», «Руслан», «Мрия». «Мрия», да. Что-нибудь, ну, вот, к сожалению, наши отношения порушились. У нас есть какие-нибудь разработки подобного типа? Не хочу забегать вперед. Работы в этом направлении ведутся, скажу так. Надо ли? В принципе. Я считаю, что в принципе надо, конечно. Безусловно, транспортные коммуникации будут развиваться, и есть целый ряд коммуникаций, где скорость очень важна, и такого рода. Может быть, даже в перспективе появятся какие-то самолеты для контейнерных перевозок, где это будет поставлено на поток, где будут такие воздушные мосты выстроены. Я считаю, что вполне реально. Хорошо. А что касается, если говорить, скажем, о том, что находится на острие, любой науке, это, естественно, военная тематика, ну, предположим, там, проект Т-50, по-моему, да? Я хочу сказать, что он находится на стадии испытаний. Как бы, и он уже в течение целого ряда лет проходит эти испытания. Я думаю, что... Они с «Раптора» приблизительно одинаковые по характеристикам? Ну, они, значит, имеют много таких функциональных возможностей, которые не имеют другие самолеты. Ну, например, и тот, и другой самолет имеют такие характеристики, как малая заметность, разыковой крейсерский полет. Но надо сказать, что, значит, мы считаем, что в Т-50 заложен целый ряд таких новых возможностей, потому что он делался все-таки несколько позже, чем самолет американский А-22. И, по своим возможностям, он имеет больший потенциал, чем имеет А-22. Ну, правда, это не к вам вопрос. Но, вообще, мне грустно от того, что раньше, когда-то, фамилии летчиков-испытателей практически знала вся страна. Конечно, все это было вновее. А Савиахим, Ичкалов, Байдуков, Беляков, Громов, Папанинцы... Это же люди штучный товар. Это просто... Надо представить себе, что это за работа. Перегрузки выше 7, необратимые изменения в организме. Они работают на перегрузках 12, при катапультировании до 20. Никто не знает. Ну, я не до конца с вами соглашусь. Я абсолютно согласен, что раньше, конечно, их имена знала вся страна. Но сегодня, в общем-то, такие люди, как Павел Власов, который сейчас руководит летно-исследовательским институтом. Имени Громова долгие годы был шеф-пилотом фирмы «Микоян». С моей точки зрения, достаточно известный человек. Второе. Сергей Богдан, который начинал летные испытания и, собственно, проводил их по Т-50, по Су-35. Это тоже человек, который известен очень широко. Квочер. Анатолий Квочер, значит, ну, и там Виктор Пугачев. Пугачев. Кобра Пугачева, да. Поэтому, ну, я не скажу, что все-таки мы совсем не знаем своих героев. Мы своих героев знаем, но, наверное, значит, любовь к авиации раньше была, ну, как-то, наверное, на более высоком уровне. И большее количество людей знало этих людей. Но мы сегодня ценим и гордимся тем, что вот летчики-испытатели – это действительно уникальные люди, которые выносят колоссальный вклад в создание современной авиационной техники. Героической профессии люди. Просто героической профессии. Вы довольны тем местом, которое сейчас занимаете? Вот вы довольны тем той работой, тем положением, тем отношением к вам, которое сейчас занимаете? Удовольствие от работы вы получаете? Я хочу сказать, что мне интересно в Московском авиационном институте, мне интересно выстраивать новые уровни взаимоотношений между моими и предприятиями промышленности. Мне интересно, значит, формировать вместе с коллегами новые подходы к развитию инженерного образования. Мне интересно. Просто мне интересно, значит, это для меня, значит, главное содержание. Кроме этого, у меня шесть внуков, которые точно дают мне возможность... Шесть внуков? Человеком, который точно, значит, сосредоточен на будущем. Сколько у вас детей? У меня двое детей. Шесть внуков? Шесть внуков. Счастливый дед? Да, это такое очень интересное такое качество, в котором мы бываем. Это внуки или внучки есть? Три внука и три внучки. То есть все порвано. Внучки, конечно, выше всего. Ну, не знаю, я не могу сказать. Конечно, внучки выше, как бы, но мальчики тоже мне очень нравятся. Кавказский человек, как внуки. У вас потрясающее отчество. Вашего папу красиво звали. В переводе на русский язык это благовест. Ну, мои корни из Карабаха, как бы. Да. То есть и отец родился в Карабахе. И первый раз вообще уехал из своей такой большой деревни, когда его призвали в армию. А вы там были? Конечно, я был. И вы приезжаете на родину? Удаются? Ну, я достаточно часто бываю в Армении. Ну, или как относительно часто. Несколько раз в году бываю в Армении. В Карабахе был несколько раз. И каждый раз, в общем, у меня производило такое особое впечатление. Но, с другой стороны, я, в общем, москвич. И всю жизнь, значит, прожил в Москве. Родился в районе метро Белорусское. Где? Ну, там, где сейчас Мин... Я забыл, как называется. Я родился, где Нижняя улица. Я там родился. Ну, возле Лесной. И вот параллельно, значит... Подождите. Мы с вами родились в одном месте. Нижняя улица. Там, где пограничное училище и дом железнодорожный. Рядом с вокзалом белорусским. Недалеко. Лесная улица. Лесная улица. Ну, это... Это замечательное совпадение. Наш президент летает на Ильюшине? На российских самолетах летает. И он летает на Ильюшине, на Туполе. У нас есть... Туполев есть там? Да. Ту-204. Ту-204. Четвертый, да. А так он на Ильюшине летает. Ну, основной борт президентский – это Ил-96. Да. Это хорошо. Это психологически. Надо, чтобы люди знали, что он летает на нашем самолете. Конечно. Я считаю, что это подтверждение доверия и надежности российской техники. Конечно. Чего люди боятся летать? Я-то ответ знаю, но мне просто ваше мнение интересно. Наверное. Почему люди боятся высоты? Ну, тоже, в общем, с моей точки зрения. Не-не-не, я не об этом. Это примерно из развития той же фобии. Есть люди, которые боятся летать, многие боятся высоты. Нет, нет, я не об этом. Когда ты сидишь в кабине, любая эволюция аппарата подготавливает, мозг подготавливает тело к этой эволюции. И у тебя нет опасения. Мы же боимся только неожиданностей. Человек, сидящий в кабине, не готов к эволюции. Будет гладкая эволюция или при турбулентности какая-то там другая, резкая. Я почему спрашиваю? На всех практически западных самолетах везде висят экраны. И курсовая камера везде работает. Почему на наших машинах этого нет? Почему? У нас тоже широко это применяется. Ну, не на всех же. Что, кстати, печально. Ну, такого рода системы, чем самолет больше размерности, тем он больше оснащен различного рода систем. Если мы начнем такими системами оснащать какие-то небольшие самолеты, то, в общем, это начнет приодить к тому, что стоимость этого будет расти. Одно дело разложить стоимость этих камер на 350 пассажиров, другое на 20. Поэтому, наверное, может быть в перспективе, когда стоимость такого рода решений будет ниже, это будет внедрено по всему. У нас же самое ваше психологическое состояние в салоне. Ну, я не могу сказать, что вот такая боязнь летать на самолетах носит такой массовый характер. Я в своей жизни налетал очень много. Не массовый, но вообще достаточно большой. Очень редко встречал людей, которые действительно сильно боялись. Такие случаи у меня были. Иногда эти случаи возникают после того, как самолет попадает в турбулентность. Я, например, знаю людей, которые не боялись летать после того, как попали в сильную турбулентность, начали опасаться. Я знаю, как проводятся испытания самолета и могу гарантировать, что случаев катастрофы из-за турбулентности я практически не знаю. Неприятно, конечно, когда тебя трясет. Спрогнозировать это достаточно тяжело. Никакая камера здесь вам не поможет. Тем не менее, объем испытаний, которые проводятся, достаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Это правда. Но это комплекс. Целый комплекс причин, которые могут сбить вот это напряжение в пассажирской кабине. В том числе, как я думаю, если бы там была информация, это понятно, что первый командир говорит, но если бы была информация, вы сегодня находитесь в таком-то самолете. Он выпустился в таком-то году. Экипаж, летчик налетал столько-то, второй пилот налетал столько-то и так далее. Это дает ощущение сопричастности. Немножко все. Ну, я с вами согласен, что я вообще... Космическая медицина занимается вообще анализом факторов, которые влияют. Поэтому точно направление очень правильное, потому что действительно при том росте объемов пассажирских перевозок, мобильности населения, мне важно, конечно, чтобы люди погружались, садясь в самолет, в комфортную для себя среду. И я в этом смысле с вами согласен, что в этом направлении есть над чем задуматься. Когда-то существовал проект парашютной системы для самолета. Да, такой проект есть. Такие проекты есть. Ну, маленький я хоть понимаю, маленький можно выбросить, горб небольшой, когда были Як-18, или Як-52, я понимаю, а большой самолет что с этим делает? Ну, есть разные экзотические схемы. Отстреливать пассажирскую кабину? Да, пассажирская кабина отделяется и, собственно, планирует на парашюте. Но это же большое сопротивление. Ну, это, в общем, конечно, точно придет к существенному увеличению веса, но при этом, значит, повышается безопасность. Вы считаете, что это перспективно? Это будет? Ну, я считаю, что это очень дискуссионная тема, потому что сегодняшние требования по сертификации, сегодняшние возможности цифровых технологий, но они практически, значит, в общем, существенно на более высокий уровень поднимают безопасность полетов. И наличие такого рода систем, ну, может быть, и не является необходимым. Потому что если, например, попадет там молния или там попадет, я не знаю, ну, какие-то такие столкновения произойдет в двух самолетах, то уже и парашют не поможет какой, потому что происходит там мгновенная там разгерметизация, поэтому, ну, наверное, то количество случаев, когда такая система могла бы повысить безопасность, оно, в общем, не такое большое, чтобы кардинально улучшить. Поэтому второй есть путь, это существенно повышать надежность систем, автоматизировать большое количество, значит, режимов полета, там, автоматическая посадка, где, в общем, и возможность ошибки летчика тоже минимизируется. Поэтому это одно из направлений, я бы не стал его ни отвергать, ни абсолютизировать. Но все равно существует человеческий фактор, с этим ничего сделать нельзя. Человеческий фактор существует, и статистика сегодня говорит о том, что большинство аварий, которые происходят, и катастрофы – это человеческий фактор. Кстати, мне так кажется, я полагаю, в каком-то смысле я прав, компоновка два человека в кабине, в отличие от предыдущих экипажей, психологически довольно трудная история подобрать двух человек, которые на дальнем плече 10, 12, 14 часов вдвоем нет этого. Ну, я хочу сказать, что есть разные теории. Есть теория, что как раз наоборот, ты чувствуешь плечо своего партнера, как бы это наоборот, значит, тебя в любой момент все-таки для тебя является дополнительным фактором такой стабильности. Два человека – это сегодняшняя тенденция. Я думаю, что в перспективе, наверное, мы будем двигаться в сторону того, что будет электронный второй пилот. То есть, будет один, а функции второго будут автоматизированы, наверное. Хорошо. Откуда взялась такая компоновка с джойстиком? Ведь чисто физиологически правша он и есть правша, а тут командир сидит с левой рукой. Значит, я хочу сказать, что когда вы управляете кистью, то, в общем, джойстик дает существенно более высокий уровень точности управления. Это правда, но под левой рукой почему? Ну, так сложилось, потому что командир сидит с левой, у него лучший обзор на взлетно-посадочную полосу. Но я хочу сказать, что я не слышал от наших летчиков, которые пересаживались на супер-желс других типов самолета, каких-то сложностей. А вы сами держали левую? Конечно. Ну, ты кистью управляешь достаточно. Нет, я понимаю, но левая же рука – это то же самое, как сидит, посадить там японскую машину с правой рулем. Нет, я теории с вами не готов. Как бы сейчас… Нет, нет, я… Я, в общем, на практике я не вижу, у меня не возникает. Легко еще? Кажется, что тоже, значит, да, действительно не очень удобно, а на самом деле, в общем, вполне комфортно все ощущают. И быстро привык? Да. Перспектива по скоростям, это касается пассажироперевозок, в первую очередь. Мы бы поговорили, конечно, и о грузоперевозках, потому что это энергоемкие вещи, но пассажиров больше волнует, как скоро ждать прорыва в этом отношении. Сегодня мы летаем до Нью-Йорка, скажем, за 10 часов, или за 12, я сейчас не помню. Это время, как скоро сократится? Ну, значит, сегодня, значит, сверхзвуковая техника появится тогда, когда будет рост рынка. Как бы на стабильном рынке такого рода прорывные продукты не появляются. Поэтому технологически я считаю, что сегодня создан достаточно научно-технический задел для того, чтобы реализовывать перспективные сверхзвуковые самолеты второго поколения. Пассажирские, в первую очередь, с моей точки зрения, конечно, проще. И первым шагом будет это самолеты бизнес-класса, потому что, собственно, люди, которые готовы, значит, которые путешествуют там около 200 дней в году, для них, конечно, экономия. Там экономится сверхзвуковой самолет, дает возможность экономить не часы, а дни. Потому что если вы летите на звуковом самолете из Москвы в Токио, то вы в этот день уже ничего не сможете сделать, вам нужно отдохнуть после, и вы только на следующий день сможете, значит, приступить к делам и потом вернуться назад. А если вы летите на сверхзвуковом самолете, то продолжительность полета 4 часа, она вполне сохраняет. А сколько надо готовить свой организм к таким перелетам? Ну, я думаю, что никаких ничего это не требует, такого какого-то специальной подготовки сверхзвуковой. Вы внутри салона будете ощущать себя так же, как и внутри салона дозвуковым. Организм готовить не надо, конечно. То есть нужно просто до конца избавиться от фобии, боязни летать на самолете. То есть те, кто боятся летать на дозвуковых самолетах, наверное, сверхзвуковые будут бояться летать сильнее. Хорошо. А эти перелеты через космическое пространство с поднятием туда? Ну, это вот такой следующий этап, что думаю, что тоже, в общем, технологический. Но я думаю, что это вопрос ближайших, я думаю, что 15-20 лет. Это перспективно? Да. Я думаю, что безусловно в этом перспектива. Это экономить будет уже не в два раза существенно больше, но это требует какого-то уже выстраивания новых каких-то транспортных коммуникационных систем. Так же, как когда мы говорим про транспортные самолеты, я думаю, что в перспективе развития такой тяжелой транспортной авиации – это контейнеровозы. Потому что, конечно, вот эти длительные процедуры погрузки, выгрузки, они все-таки делают эти полеты достаточно специальными. А когда будут транспортные мосты, то транспортные мосты, наверное, будут построены по-другой схеме. Огромное время на Земле тратится. Огромное время. Ну, поэтому для того, чтобы уйти от этого, для того, чтобы это стало более доступно, наверное, вот такого рода подходы будут реализованы. В 2017 году авиасалон. Да. Мы что будем представлять? Ну, я думаю, что сегодня это больше вопрос к моим коллегам из Объединенной строительной корпорации. Ну, думаю, что мы представим и современные образцы военной авиационной техники. И, собственно, за последние два года определенный прогресс достигнут по всем направлениям развития. Ну, наверное, МС-21 будет, как представлено уже во время время авиасалона. Поэтому я думаю, что нам будет что показать. А вы поедете? Ну, в общем, безусловно. Я всегда с интересом отношусь к авиасалону. И, собственно, в долгие годы это была большая часть моей жизни. Ну, сегодня процесс подготовки кадров тоже напрямую связан с участием такого рода мероприятия. Возьмете кого-нибудь с собой из выпускников? Ну, точно кого-нибудь возьму. Точно поеду не один. Мне просто интересно. Для них это вообще открыть глаза в новый мир. Вообще сегодня такая важная часть работы это такая профессиональная ориентация школьников. Сегодня делается много шагов к тому, чтобы инженерное образование привлекать людей не только после того, как они окончили школу, а начинать их увлекать этим уже в старших классах. Чтобы они могли не только осваивать фундаментальные знания по математике, физике, иметь хорошее знание по русскому языку, литературе, но и могли уже что-то делать своими руками, участвовать в каких-то проектах по авиамоделизму, по каким-то квадрокоптерам, по робототехнике. Я считаю, что, может быть, Макс, хорошее место для того, чтобы показать школьникам, какой интересной и перспективной отраслью является современная история. Надо кино проказывать про авиацию, про летчиков про наших. Надо классы создавать. Вот сейчас мы как раз с правительством Москвы, и я здесь, значит, благодарен тем решениям, которые приняты, и совместно с департаментом образования, с Исаком Ищем Коляной, руководителем департамента образования правительства Москвы при поддержке Министерства образования Российской Федерации, мы как раз ведем речь о создании вокруг МАИ, такого большого кластера инженерных классов, которые будут профориентировать молодежь и давать ей определенные навыки, которые потом будут использованы для учебы в МАИ. Очень хорошее слово. Мотивировать, конечно. Должны приходить люди мотивированные. Не просто потому, что институт находится рядом, или еще потому, что я сюда попал, а туда не попал. Нет, мотивированные именно в эту сторону, конечно. Замечательная идея. Замечательная. И очень хорошо, что вас поддержали. Например, есть такие сегодня уже учебные заведения, как первый кадетский корпус, где начальная летная подготовка предусмотрена. В процессе обычного есть тренажеры на базе Як-18 и на базе дисплеев с ручкой управления, где школьники, в общем, а лучший из них потом летную практику получат. Я считаю, что это такая прекрасная реклама для будущих инженеров и пилотов. Я сейчас хочу обратиться к вашим студентам. Я хочу поздравить ваших студентов с таким ректором. Мы возвращаемся в то время, когда в кресло подобного рода садился профессионал. У нас одно время было принято назначать людей по организаторским способностям, которые никакого отношения не имели к тому предмету, которым собирались руководить. Мне очень приятно, что сегодня в кресле ректора Московского авиационного института сидит профессионал, прошедший замечательную школу, у которого были великие учителя, что не могло, естественно, не сказаться на вашем отношении к делу. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Мне будет очень приятно, что, во-первых, я буду счастлив, если будут счастливы ваши внуки. И я буду счастлив, если когда-нибудь мои правнуки поступят в авиационный институт, которым вы руководите. Спасибо большое. Мне приятно общаться с человеком, который любит так же, как и авиация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова